Особое мнение на 101FM Рады его видеть и думаю, что слышать слушатели наши вас тоже очень рады. Тем у нас несколько, но я напоминаю слушателям, что в нашей беседе с Андреем Николаевичем вы тоже можете поучаствовать посредством нашего сайта eho.kirova.ru. Через форму анонсов можно задавать вопросы. Мы начнем с темы мусора, Андрей Николаевич. Тема касается и обычных рядовых граждан, и бизнеса ваших подопечных. Но давайте сначала с граждан. В пятницу на пресс-завтраке глава региона Игорь Васильев сообщил о том, что платить за вывоз мусора мы будем с квадратного метра. Эта тема долго обсуждалась. Фактически вот завтра нам уже должны назвать размер тарифа. Изначально предполагалось, что мы будем платить за мусор с человека. 156 рублей называлась предельная сумма. Теперь говорят, что будем платить с квадратного метра. Непонятно сколько. И непонятно, кому это будет выгодно, а кому не выгодно. Потому что если умножить на стоимость того тарифа, который есть, например, у наших соседей в Удмуртии, 7,5 рублей с квадратного метра за вывоз мусора, то это точно не будет выгодно людям, которые живут одни в квартире. Ну, в частности, например, пенсионерам, которые живут одни в двухкомнатной хрущевке и вынуждены будут платить в таком случае около 300 рублей в месяц за вывоз мусора. Вам кажется, какой вариант более справедливым? С квадратного метра платить за вывоз мусора или с человека? Мне сам подход не нравится. Дело в том, что мы же как-то живем и жили. Да, сегодня идет строительство новых полигонов. Но вся идеология была не за полигоны, а за мусор и перерабатывающие заводы. С того, что мы создаем полигоны, от этого экология у нас не сильно улучшается. Так вот, если все-таки платить за что-то, давайте платить за то, что мы действительно мусор перерабатываем, его не в природу, опять складываем, перерабатываем. По моим понятиям, население не готово ни с квадратных метров платить, ни с человека, потому что оно не понимает, за что платить. И конфликт. В частном доме человек живет, я весь мусор свой сжигаю. И так далее, и так далее. У каждого есть своя причина не платить. Население сегодня платить не готово. Это и не только касается Кировской области. Я эту проблему анализировал и в других регионах. Проблема всей страны, что население не готово. С другой стороны, сегодня региональный оператор, работа регионального оператора, это не сахар, потому что уже есть, значит, в Поволжье уже есть региональные операторы, которые обанкротились. Несмотря на то, что закон-то не так давно работает. И пионеры, и первопроходцы уже в банкротном состоянии. Это где? То ли Волгоград, то ли Астрахань. Я сейчас врать не буду. И собрать деньги с населения практически невозможно. И вот то, что сейчас решили собирать не по факту проживания, а по факту квадратные метры. А квадратные метры – это Росреестр, это налоговый учет. То есть у нас сегодня эта база данных прозрачная. Да, наверное, для кого-то она будет несправедливая. Но с точки зрения администрирования это самое простое. Это очень удобно, конечно. Один раз посчитал. В конце концов, получается косвенные налоги. У нас и так очень много косвенных налогов. Это очередной косвенный налог на население. Готово ли население его платить? Ну, мы увидим, как они будут его платить. Хотя проблема есть. Но еще раз повторю, что строительством полигонов она не закончится. Если все-таки... Вообще была идея, пока газ не пришел в заречную часть, ну, за реку, за реку Вятку, пока не построили газопровод туда, то хотели как раз завод строить там, чтобы он отапливал ту часть, куда газ мог бы не прийти. И как бы все увязывалось. Баланс зачем сжигать, зачем возить и так далее. В смысле, отапливал жилые дома посредством переработки каких-то отходов. Переработки и сжигания отходов. Но если взять европейский опыт, все равно на него нельзя не оборачиваться. К сожалению, он нам не применим, потому что те австрийские заводы, которые уже завезли в страну, они ориентированы, что 85% мусора перерабатываем, а 15% только сжигаем. А чтобы перерабатывать, нужна сортировка еще. У нас другая. У нас, наоборот, возможно только 15% мусора переработать, а 85% надо сжигать или просто закапывать, или еще что-то делать. Почему? Потому что структура мусора другая, отходы другие. В Европе другие отходы от населения, от промышленности. Ну, давайте сейчас глубоко. Хорошо, это очень глубоко. Но, тем не менее, строительство мусорозаводов пока, я хоть и ратую за них, а они экономически, к сожалению, неизвестно, когда они придут к тому, чтобы именно сортировочные заводы мира, мусороперерабатывающие, они возникли, и бизнесу было эффективно их построить. Но без государственного, без частного государственного партнерства здесь никуда. Потому что проблема вообще государственной важности. Я обозначил президента еще много раз на народном фронте еще где-то. Проблему экологии поднимаем, поднимаем, поднимаем. Вот она приходит. Когда население будет готово платить за то, что у него мусор вывозят? Не знаю, когда. Вы знаете, у меня есть ощущение, что жители-то платить готовы, но люди должны понимать, за что они платят. Во-первых, за хорошие качественные контейнерные площадки, за их чистоту и своевременный вывоз мусора. Ну и кроме того, люди должны понимать, что платят они справедливо, потому что вопросов возникает множество. Во-первых, у меня есть, допустим, какая-то квартира, это вот Роман Титов озвучивает несколько вопросов проблемных. Есть у людей какая-то квартира, в которой они не проживают, которую они не сдают. Ну вот, ну покупалась в свое время, там, я не знаю, для детей многие покупают, да, и стоит она пустая. Квадратные метры придется платить, хотя там никто не живет. Есть люди, которые живут полгода на даче, полгода в доме. Будут платить и за дачу, и за дом, если брать с квадратного метра, а не с человека. Есть люди, которые живут в частном доме, действительно большую часть мусора там, ну или какую-то часть мусора, они сжигают в компостную кучу, еще куда-то, еще куда-то. Оплатить будут точно так же, как те, кто живет в городской квартире, ну вот примерно в таком же объеме, да, и по той же самой ставке. И вопрос-то возникает следующий. То есть сегодня у нас 3 декабря, 4 декабря нам обещают назвать тариф, к 20 декабря он должен быть утвержден, с января все должно заработать. А люди до сих пор не знают вообще, как это будет работать. Почему так долго-то? Ну это не ко мне вопрос, к власти, естественно. Если уж совсем все так вот, можно сделать и гибридную, ведь никто не мешает сделать небольшую плату с квадратных метров, пыль же все равно собирается ее куда-то наубирать. Ну и какую-то разумную плату с человека. И в любом случае, наверное, дифференциация будет. В районах области, в городе это разные затраты. Полигон в районе области, наверное, за 3 километра. В городе у нас за 20 или 30 километров затраты по вывозке мусора, они разные. Там будет дифференцированная оплата, действительно, но она не очень сильно будет отличаться. Когда говорили про тариф с человека, по-моему, в районах называлась цифра примерно 120 рублей с человека, а в городе вот в районе 150. Ну, в любом случае, население будет недовольно. Оплатить будет? Так вот в этом-то и проблема будет, что будут задолженности. К капремонту ведь тоже пока в домах не начались ремонты, долго приучались. До сих пор, наверное, есть кто пытается... Есть те, кто не платит, да. Есть, кто не платит и принципиально не платит. Его позиция тоже какая-то обоснованная самого для себя, по крайней мере. Ну вот я бываю иногда у кого-то где-то как-то в пятиэтажках. Некоторые пятиэтажки начали ремонтировать, которые по 20 лет стояли ободранные, обшарпанные, стены утепляют, панельные особенно дома, которые промерзали. Поэтому говорит, что программа не работает, нельзя. Но работает не очень качественно. Мы говорили на прошлой неделе, не успевает, конечно. Хорошо. Вот для вас, вам кажется, разумным тариф, если с человека мы берем, какая сумма в Кирове? Сколько? Ну, мне стыдно, у меня квартира 250 квадратных метров. Я бы, чтобы сейчас не сказал, будет все нечестно. Скажу, да, он под себя гребет. Нет, есть, значит, у нас власти, они как решат, так и будут. Но я бы сделал дифференцированную. Какое-то разумное количество квадратных метров, живешь ты там, не живешь, плати. И какое-то разумное количество денег с человеком, чтобы мы понимали, за что мы платим. Но если вот не подходить конкретно к своему жилю, наверное, конечно, если человек не живет, за что он платит. То есть получается навязана услуга, которую ты не потребляешь. Вот как это понимать? То есть у нас никто не может навязать тебе ту услугу, которую не потребляешь. Это не налог, который ты обязан платить, налог на имущество. Это плата за то, что ты не пользуешься. За то, чего ты не производишь. Плата за вывоз мусора, которого у тебя нет. Сумму не готова назвать. Я думаю, что... 150 рублей, 140, 200. Да какую сейчас не вводить, ее надо вводить плавно. Не начинать со 150, начните с 50 рублей. Люди привыкнут, увидят, что стало во дворах чисто. И тогда сами понесут деньги, давайте еще что-то дальше делать. Я считаю, что не надо никаких резких движений. Не надо 150 делать. Надо делать только, сколько люди примут. Это так же, как налоги по предпринимательству. Не надо пытаться с одного предпринимателя собрать все налоги. Надо со всех, но понемножку. Андрей Вавилов в нашей студии. Еще один вопрос. Касается он того, каким образом мусорная реформа скажется на бизнесе. К нему мы обратимся после небольшого перерыва. Особое мнение на 101FM Председатель Совета Кировского регионального отделения Организации опоры России Андрей Вавилов в нашей студии. Мы продолжаем. Ну вот коротко. А бизнес за вывоз мусора каким образом платит и каким образом будет платить? То есть для них это тоже будет как-то меняться с января месяца или нет? Тот бизнес, который не офисный, у них есть свои территории, у них есть свои мусорные ящики, предприятия. То есть у них спецавтохозяйство всякие вывозят. У них есть договора прямые. За кубометр они платят за вывоз, да? За объем получается? Да, за объемы ящика. Или раз в неделю график. Вот я когда работал в университете, у нас был график. У всех корпусов стоят мусорные контейнеры. Мы заключали договор. Раз в неделю, два раза в неделю, три раза в неделю. Ежедневно есть вывозка. То есть есть кубометры, которые посчитаны. Там договора прямые хозяйственные между предприятием B2B, бизнес-то-бизнесом. Заключает договор. Сейчас не знаю, какая там организация, как она правильно называется. Куприт, не куприт. Сейчас куприт будет с января. Ну куприт, да куприт. Заключает договора. Кстати, мне вчера по электронке пришло какое-то там предложение коммерческое или еще что-то. То есть, в общем-то, эта работа ведется. Если речь идет о крупных центрах, там арендаторы, владельцы этих самых крупных центров, офисных или торговых, они заключают договор. Соответственно, и все это включается в арендную плату. Я уверен, что у любого офисного торгового центра есть свое мусорное место контейнерное, и оно вывозится. А если речь идет о небольших офисах, которые квартируют, ну вот как мы, например, в жилом доме. Ну, для вас вы, наверное, по каким-то нормам должны рассчитываться. Но кто это будет по сети ходить, я тоже не понимаю. Потому что вот на эту тему вообще не было разговоров никаких. Действительно, должны быть муниципальные или экологические власти, которые мониторят, заключил-то не договор, не заключил администрацию районную. До того, как мы заговорили о мусорной реформе, вообще не было разговоров о том, в какой контейнер можно выбрасывать мусор, а в какой нельзя. Главное, вот выбрасывая в контейнер, а не на улице кучкой раскладывая. Я думаю, что сейчас у оригинального оператора будут все полномочия навязывать этот договор. Ну, навязывать, не навязывать, а какие-то инструменты, понуждения, заключения договора о вывозке мусора. Если будете сопротивляться, значит, будет какой-то контрольнодзорный орган, другой подключаться. Ну, хорошо. Я надеюсь, что мы не будем сопротивляться. Мы все-таки достаточно законопослушные все товарищи здесь. К теме бизнеса мы переходим. Андрей Николаевич видел вас на прошлой неделе в четверг на форуме территории, на вектор развития бизнеса 2019. Прошел он в нашем городе. Кстати, не первый бизнес-форум. По-моему, неделю назад тоже был какой-то бизнесовый. Тоже, по-моему, речь шла о малом и среднем бизнесе. Я так поняла из сообщений областных властей, что на форуме вектор развития бизнеса презентовали основные направления стратегии развития социально-экономического нашей области. Так это или нет? Ну, традиция в это время, у нас сейчас две традиции. Одна 26 мая, одна традиция. Всемирный день предпринимательства отмечается в конце ноября. Поэтому вот эти, если помните, у нас 31 мая был форум и сейчас. Это, в общем-то, уже традиция. К дате приуроченная. В 2013 году мы вообще в области год был предпринимательства. На следующий год, вроде бы, говорят, и по стране будет. Ну, в обозримом году. Год предпринимательства уже Российской Федерации. Поэтому это традиционное напоминание, что есть бизнес. О том, что мы его видим. Мы это власти. Мы власти, да. Мы задаем вам такой-то вектор. Конечно, я мог бы о чем много поспорить о 2035-м годе. А давайте поспорим. Там же назывались конкретные параметры. Ну, смотрите. В 35-м году мне будет под 60 лет. Сейчас, извините, сколько? Под 70 лет? 52. То есть вы уже пенсионером будете? Я буду пенсионером, и будет мне под 70 лет. И вспоминать, кто что обещал в 35-м году, я точно не буду. Ну, подождите, давайте хотя бы оценим, насколько реально. Задача правительства была задать вектор, куда, в принципе, мы вот с вами вместе движемся. Мы про вас не забыли, мы движемся. Мы такие-то хотели бы показатели вместе в губернии достичь. Вот смотрите. Встраивайтесь в эти показатели и помогайте нам их достигать. Так. А что сказали предприниматели на это? Предприниматели? Предпринимателей там, говорят, было человек 200. Что они сказали? Ну, к сожалению, я модератором был. У меня пришла всего одна записка от предпринимателя. Я модератором был одной из секций по взаимодействию с налоговыми органами. У меня пришла записка от предпринимателя, от председателя Совета Советского района. Председателя Совета опоры? Нет, предпринимателя. Совета предпринимателей, при главе Евгения Советского района, он написал, что, в общем-то, лучше бы вы к нам приехали, потому что нам вас не хватает в районах. Вот те предпринимательские десанты, которые мы делали по области, я как омбудсмен объезжал, надо все-таки восстанавливать и повторять, потому что нас там ждут. Я помню, вы ездили вместе с представителями налоговой, вместе с представителями контролирующих органов, вы езжали прямо вот так массированно, чуть ли не каждый месяц в какой-то район были поездки, а теперь этого нет. Пока я был бутсменом, мы ездили каждый год практически, и собирали обратную связь, как помогать, и вообще помогали на местах. Какие-то вопросы сразу возили туда специалистов, и часть вопросов готовились, заранее их собирали, опрашивали, часть вопросов уже в формате ответов, а часть вопросов брали на контроль. Ехали люди, которые уже были готовы отвечать на проблемные какие-то вещи, да? Да, ехали, в основном мы объезжали, вот как раз был закон о лесоприемных пунктах, как раз в это время еще что-то, мы все-таки предпринимательство приготовить к тому, что их еще раз будут учитывать, было очень сложно, поэтому мы эту тему, потом новая услуга у нас была в МФЦ, корпорация развития продвигалась, мы вот это все доносили, что что-то новое появляется у нас в регионе, в стране, давайте пользуйтесь. В общем, предпринимательские десанты в районах области надо возрождать. Подождите, вы модерировали секцию с налоговой, вы говорите, что только один был вопрос от предпринимателей по поводу того, что приедете к нам, настолько все хорошо, что ли, теперь во взаимоотношениях бизнеса с налоговой? Вы меня спросили, какая ответная связь, вот я такую связь получил, если она какая-то другая еще, надо спросить у Льва Давидовича, наверное, собирал все. Хорошо, Льва Давидовича Шварцблата, мы тоже спросим, на секции какие были вопросы к налоговой? Ну, в отличие города и отличие, значит, области, вот в городе, все-таки предпринимательство, оно что-то читает, что-то знает. Куда-то ходит. И для него больше информационное было. Конечно, НДС пообсуждали еще что-то, вопросы по кассам позадавали, что лежало на поверхности. Но я считаю, вопросов было не очень много, на которые ответили налоговики, могло быть больше, но доклад у них отформатированный, он достаточно емкий и большой. И сразу на все вопросы отвечать, наверное, просто, во-первых, предприниматели были разных категорий, для кого-то касса онлайн интересует, для кого-то изменение НДС, как правило, перейти с 18-20% налога. Предприниматели в основном НДС не платят. Поэтому были вопросы, но было не очень много вопросов. Поэтому форматы для районов области и для города Кирова это совершенно разные форматы. Хорошо, давайте все-таки к цифрам. Вернемся. Наталья Кряжева, министр экономического развития региона, озвучивала в рамках прогноза социально-экономического развития Кировской области такие цифры. К 2035 году, про который вы говорите, что это очень далеко, на самом деле не очень далеко, 17 лет всего. Количество малого и среднего бизнеса предприятий должно составить 23,5 тысячи человек. Это на 20% больше, чем сейчас. И на 19% больше к этому же времени должно увеличиться количество занятых в малом и среднем предпринимательстве. Всего их должно быть 25 миллионов человек. Миллионов это, наверное, в стране. У нас все население Кировской области 1,4 миллиона. Да, видимо, в стране. Есть общие ориентиры. В стране это 25 миллионов рабочих мест высококалифицированных. По-моему, эта история уже 15-летней давности. Об ней рассказывают, рассказывают и рассказывают. До сих пор пытаемся дорастить эти цифры, но не доращиваем. Бориса Юрьевича Читова, программа Столыпинского клуба, там тоже есть высокок. То есть мы пытаемся, стараемся в нашей стране все-таки вырастить малый и средний бизнес. А он все не растет и не растет? Ну, почему не растет? Растет? Да, конечно, растет. Ну, реальный бизнес растет. Конечно, сегодня мы вернулись в Советский Союз, и деньги, к сожалению, государство научилось заводить только через государственные какие-то объекты, через программы. Татарстан пользуется очень хорошо событийной экономикой. Мы, значит, к 650-летию города Кирова тоже какие-то деньги привлечем через... Через федеральные программы. Через федеральные программы. Да, это медленно очень история. Прямых денег получить можно только в банке, под гарантией, слава богу, корпорации развития или областного фонда. Нам это очень далеко, и поэтому малому бизнесу доступ вот до тех федеральных денег, его практически... Я даже не рассматриваю это, потому что это длинная вся история, и чаще бюджет рассчитывается потом. Нужны какие-то залоговые вещи при участии в конкурсе. Поэтому давайте будем на земле. Давайте. Давайте будем на земле, поэтому у нас вообще доступ до финансов, до коротких финансов или среднедлинных финансов, он оставляет желать лучшего. Потому что предпринимательство либо уже закредитовано, которое могло закредитоваться, либо вообще не кредитуется, потому что залоговой базы у него не существует. Его просто не выдаст кредит. Стартапы банки тоже не финансируют. Для этого есть фонды Бортника, еще какие-то фонды. Но чтобы в них тоже попасть, нужно очень постараться. Надо лучше нанять консультанта какого-то. Это тоже на входной билет нужен. Поэтому мечтать о 35-м году я все-таки бы... Давайте жить сегодня. Давайте жить сегодня, помогать сегодня. И государство произойдет векторы, в которые мы будем встраиваться, либо жить сами по себе, как обычный малый бизнес. Я так понимаю, что вот этот национальный проект по развитию малого и среднего предпринимательства, он как раз включает в себя в том числе, ну, скажем так, улучшение доступа к кредитным ресурсам для малого и среднего бизнеса. За счет чего планируется это обеспечить? Ну, первое, чтобы заработали те инструменты, которые сегодня созданы. Потому что, если опросить, кто получил через корпорацию развитие деньги, там, я не знаю, наверное, на Киевскую область пальцев одной руки хватит. И те истории, которые нам рассказывают, они пока не работают. Поэтому власти и федеральные, и региональные все-таки планируют создать 25 миллионов рабочих мест в стране, должны встроиться сами своими аппаратами и доделывать это все. Мы готовы помогать, тем более на федеральном уровне. Опора России является главным исполнителем этого национального проекта. Никуда не прячемся, мы здесь, мы работаем. Мы чем можем, помогаем. Мне до сих пор приходится общаться. Вернее, мы и раньше работали, несмотря на то, что они амбудсмены. До того, как были амбудсмены, всегда взаимодействовал и с МЧС, и с Роспотребнадзором, и по судам ходим. Поэтому мы работаем. Все, кто к нам обращается, мы всем, чем можем, помогаем. Взаимодействуем с бизнес-амбудсменом, с общественной объединением, с торгово-промышленной палатой особенно. Поэтому мы работаем. И я думаю, что национальный проект, он даже больше нужен для того, чтобы все мы наконец-то осознали, что без развития бизнеса мы далеко не уедем на нефтяной игле, она не вечная. Ну, нефть это тоже бизнес, просто это иной совершенно бизнес. Бизнес, я бы сказал, что это... Ну, вообще, если бы Газпром выдавал пенсии по тысяче рублей каждому пенсионеру, тогда можно было бы про национальное достояние говорить, пока это действительно чей-то бизнес. Андрей Вавилов в нашей студии, председатель Совета Кировского регионального отделения опоры России. Сделаем небольшой перерыв на рекламу и вернемся. Особое мнение. Особое мнение Андрея Вавилова мы сегодня выслушиваем. Председателя Совета Кировского регионального отделения опоры России. Ну, не могу вас не спросить про Сытный двор. Тем последних дней, фактически там час назад, мы с Александром Сидельниковым, начальником управления развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города, этот вопрос затрагивали. Напомню предысторию. 28, 29, 30 числа она началась. Сказано было, что ярмарки Сытный двор должны быть закрыты, предприниматели должны оттуда уйти. Со своей стороны, значит, руководство рынка заявляет о том, что мы продолжим работать, как работали. Городские власти грозятся штрафами. И чем-то эта история, видимо, закончится все-таки так или иначе. И, видимо, рынки, вот эти вот рынки, они исчезнут. У меня вопроса два. Во-первых, не очень понятно, почему так внезапно вдруг свалилось это все и на жителей города, и на предпринимателей. А во-вторых, нельзя ли как-то сделать так, чтобы они хотя бы до Нового года проработали? Потому что 31 декабря на центральном октябрьском рынке невозможно купить продукты. Там очереди. Я думаю, что действительно был бы хороший компромисс, разрешить доработать хотя бы числа до 5-7 января, потом закончить всю эту историю. Может быть. Но ведь, когда у нас эти истории начинались и с Комсомольской площади, еще что-то мы, я тогда омбудсменом был, мое первое требование было о том, чтобы была предложена альтернатива. Если это для собственников земельного участка бизнес-проект, и как они сдают в аренду, это одна история. Если там действительно находится бизнес, я давно туда не заходил, насколько там представители крупных заводов или еще кого-то, просто не знаю, честно. Там разные, насколько я помню. Я тоже давно не была, но там разные совершенно предприятия были представлены. Если там представители заводов, у которых много торговых точек, в том числе на Сытном Дворе, ну, это значит решение работы конкретного человека, который там нанят. Если это отдельный предприниматель, который ведет там бизнес на этой точке, он ее прикормил, ну, тогда это проблема. Это действительно проблема. То есть он же не знает политику города о том, что это когда-то закроется. Поэтому если пугать и предупреждать... И штрафовать. И штрафовать. Ну, это не меры, но мера хотя бы такая, что предложите альтернативу и дайте разумный срок для того, чтобы предприниматель, предприниматель, еще раз говорю, смог переформатировать свой бизнес. Если это шквально, аврально, но это не очень, это неправильно. Это неправильно с точки зрения завтра куда ему на большую дорогу выходить, где он деньги возьмет. Поэтому не знаю историю до конца, потому что не слежу, я сейчас не омбудсмен, не взаимодействую с гостями так близко, и не знаю, о чем Сидельников час назад говорил, не слушал. Я их был другим делом занят, к сожалению, но хотя люблю вас слушать. Поэтому просьба к властям проанализировать каждого бизнесмена, кто там работает, если там есть настоящие бизнесмены, которые не являются представителями каких-то крупных заводов, именно продавцы, да, ну, предложить что-то альтернативное, которое их, ну, практически устроит. А я так понимаю, что альтернативы только две на самом деле. Это октябрьский рынок и центральный рынок, которые сейчас тоже как-то перестраиваются. Постоянно там предприниматели в ожидании каких-то новаций, перемен и прочего. Тогда надо дать временной лаг. Хотя бы временной лаг, чтобы предприниматель сам нашел. Я помню ту историю, когда меня могли там и ругать, и были люди, которые на меня там и песни сочиняли, как я участвовал в закрытии Комсомольской. А, это рынок-то Комсомольской, это которые? Который верхний или который нижний? Где сейчас парковка? Да, где парковка. Часть предпринимателей, и я участвовал в этом, нашли арендные площади, не так далеко переехали. Закрытые площади, то есть мы не об уличном рынке уже говорим. Не об уличном рынке, да. И до сих пор там точно работают, потому что я мимо прохожу, всегда захожу, всегда здороваюсь. Есть там, что вспомнить, потому что такая длинная эпопея была. Тоже тянулась не один год, по-моему. Да, тянулась не один год. Думаю, ломать не строить. Пожалуйста, если ломайте, ломайте медленно. Тут еще был вопрос. Я так понимаю, что одна из основных претензий городских властей к этим предпринимателям, это то, как выглядят эти рынки. Что антисанитария, местные жители туда не ходят, туда приезжают люди, которым важна разница в цене продукции. Продукции в 5 рублей, в 10 рублей, в 15 рублей они готовы покупать в любых условиях. Неважно, какой там ржавый ларечек или благоустроенный павильончик. Нет, я там давно не был, поэтому сейчас обсуждать, в каком виде это все, это властям виднее. Власти говорят, да, плохо это все выглядит. К сожалению, на Комстамольском площади, когда нам налоговики выдали цифры о том, что из всех 126 рабочих мест, 4 предпринимателя работают в правовом поле. Но это была такая подсчетчина, после которой сказать... Мы защищаем бизнес. Мы защищаем бизнес, было очень сложно. И как раз вот те четверо, которые работали, мы, в общем-то, они не бросили это все. Потому что там было много торговых точек, один человек нанимал людей, причем они к предпринимательству никакого отношения не имели, они работали в черную. Было до 5-6 торговых точек от одного владельца. Без оформления. Поэтому на Сытном дворе маловероятно, что такая история. Там конкретные предприятия, для которых потеря одной торговой точки плохо, но не смертельно. Андрей Николаевич, еще такой вопрос. Смотрите, а вот вариант ярмарок сезонных, там, я не знаю, ярмарок выходного дня, которые у нас пытаются развивать, и которые, ну, периодически вот здесь у нас рядышком по соседству, присутствуют на театральной площади, вам он как? Потому что то, что я вижу на театральной площади, вот эти вот ларечки тканевые на металлическом каркасе, я не скажу, что они выглядят прям вот сильно хуже того, что у нас на постоянных рынках. Или для ярмарки это нормальный формат? Или ярмарки тоже надо развивать? И для ярмарок должна быть какая-то площадка прям вот, ну, со стационарными такими ларьками, которые не надо разбирать каждую неделю. Может, это будет выход вот для таких предпринимателей? Потому что когда Сытный двор запускали, было ощущение, что вот у нас наконец-то вроде какая-то культура ярмарочная начинает зарождаться, и постоянные тут вроде как точки торговые. И эту культуру сегодня признали уже бескультурной? Ну, конечно, да, потому что некрасиво и антисанитарно. Не, ну, я, наверное, далеко иду в полемику, откуда являются ярмарки, что я как бы предприниматель в них не участвовал, потому что у нас холодно, и зимой что-то надо в капитальные вещи переходить и так далее, и так далее. Но пока народ туда ходит, голосует рублем, тогда надо помогать им себя преобразовывать тихонько. Только единственное, чтобы преобразовывать, нужно всегда вкладываться. Вкладываться нужно считать. И надо понимать, что этот объект здесь просто существует ни год и ни два. Конечно, то есть везде должна быть экономика. И предпринимателю говорят, либо ты перестраиваешься в такой формат, либо, к сожалению, у тебя есть полгода или год, чтобы свернуться. Вообще горизонты планирования должны быть у предпринимательства не меньше двух-трех лет. Хотя бы два года. Но ведь предприниматель два года-то пролетает очень быстро. Говорит, пардоните, я еще не успел, вот еще хочу. Поэтому, не знаю, я не буду спорить с властями. Почему? Потому что тема действительно стара. Тема стара, и она периодически возникает. Возникает причина ее возникновения. Или действительно антисанитария. Но тогда, при чем тут власти? Должен быть Роспотребнадзор. Тогда он должен сегодня сидеть в студии и говорить, да, у них там вот такая кишечная палочка, крысы бегают. Ну, не знаю, кто там бегает. Зайцы бегают, капусту едят. То есть проблема есть такая, которая... Есть угроза населению опять. То есть у нас Роспотребнадзор включаться должен. Есть угроза населения. Рассадник там чего-то. Но если бы был рассадник чего-то, я бы раз туда пришел, заболел бы и больше туда не пошел. А раз люди ходят, значит, не бегают крысы. Наверное. Ну, наверное, да. Андрей Николаевич, у нас остается буквально с вами 4 минуты. Я все-таки хотела бы стартовать, так скажем, в наших особых мнениях с той темой, которую мы всегда поднимаем в декабре. Это некие итоги года, некое видение наших гостей того, что происходило. Вот в 2018-м в частности. На ваш взгляд, взгляд председателя Совета рекотделения опоры России, можно ли назвать какие-то три события со знаком минус для экономики в России в выходящем году и со знаком плюс? Или это очень обширно? Давайте про минус не будем. Как это мы не будем про минус? Критиков без меня хватит. Хорошо. Давайте про плюс расскажу. Давайте про плюс. Все-таки мы молодцы. Мы смогли получить статус в моногородах Тосры, допустим, в Белой Холунице, в Лузе. Территория опережающего социально-экономического развития. Сможет развиваться. И вот мы тут буквально посетили несколько районов. Я порадовался за Белой Холунинский район. Нашлись там глава совершенно замечательная девушка, председатель Думы Черезов Олег Валентинович. Тоже замечательно. То есть они не сидят. Они не сидят на месте. То есть есть районы, в которых люди движутся. Давайте поддерживать. Кстати, у вас там был заготовлен вопрос. Мы не успели на него отвечать. Это какие-то борьба с бедностью. Борьба с бедностью. Проекты по борьбе с бедностью. Если помните, борьба с бедностью в 2004 году при Николаю Ивановичу или господине Лебедеве началась. Мы как раз приехали в Белый Холунинский район. Николай Иванович Шаклеин. Тогда губернатор Кировской области. И начали рассказывать о том, что вот там надо развивать инфраструктуру отдыха, рекреации. И вот, слава богу, что вот эти 14 лет они не пропали даром. В Белой Холунице появилась замечательная набережная. И люди могут дефилировать, в конце концов, выходить. И не только... Не только местные жители. Да, да. То есть поэтому давайте лучше рассказывать о хорошем. Андрей Николаевич, а инфраструктура для туристов там появилась за эти 14 лет? Потому что вот это самый большой и самый больной вопрос в районах области, когда мы говорим про развитие туризма и рекреации. Она есть там. Она развелась достаточно давно. Но сейчас в каком состоянии, не знаю. Потому что собственник, по-моему, вот этого, где можно кататься на лыжах. Грейтилд, по-моему, это называется. Грейтилд, еще как-то называется. Там немножко сейчас в каком-то затишке. Но, может быть, мы через вас будем призывать все-таки такие места, которые созданы, чтобы люди посещали и наши местные зоны отдыха как-то там поддерживали. Так, хорошо. Создание и появление ТАССР в районах области это плюс. Что еще в плюс? Плюс? Да. Да все мы живем, все работаем. Это плюс. Есть работа, это плюс. Ее много, это еще один плюс. Ну, вот я так не готов. Надо было, конечно, мне подготовиться. Но вот для меня то, что лежит на поверхности, это то, что мы смогли достичь, создать вот эти ТАССР. Только, по крайней мере, под них и деньги можно бюджетно достаточно. Ну, межбанковские, банковские веб-финансируют под 5%. То есть там реальная экономика может развиваться. То есть там созданы условия. Я ее видел в 2015 году, этот ТАССР в Крыму. Я никогда не мечтал, что он придет в Киров. Он в Кировскую область. Оно пришло здесь. И причем не так далеко. За 80 километров замечательная земля. Ну, про белую холуницу имеется в виду. В Лузу, конечно, далековато. Ну, и в поляны тоже не близко. Да, в Ветские поляны, да. То есть я считаю, что хотя бы у того промпарка, который мы все время долбали, возможно, будущее есть именно вот с такими хорошими входными билетами. Вы знаете, я помню, когда вот только-только открывалась в новом статусе уже эта территория, говорилось о том, что вот это вот, ну, правда, вот все хорошо будет. А потом пошли новости о том, какие предприятия туда заходят. И вот, не знаю, может быть, это там мой кировский какой-то снобизм, да, как жители областного центра. Но когда преподносится как достижение открытие предприятий с 9, например, рабочими местами или 16, мне это кажется немножко смешным. Вот, наверное, на самом деле это не смешно. И это правильно. Ну, с чего-то надо начинать. Пусть будет 16 хотя бы. Да. Где-то 16 даже. 16 рабочих мест, это уже, если по 3 человека семьи, это 50. Где 50, там инфраструктура возникает, там мультипликационный эффект. Так что с чего-то надо начинать. Если только все хаять, ну, хватит уже хаять. Давайте что-то делать. Андрей Вавилов, который не захотел говорить о минусах по итогам года. Председатель Совета Кировского регионального отделения общественной организации «Опора России» у нас в студии. Андрей Николаевич, мы на этом заканчиваем. Не заканчивайте. А о минусах мы все-таки вас пригласим поговорить, так или иначе. Так что готовьтесь. После Нового года давайте людям не будем Новый год портить. Андрей Вавилов, спасибо. До свидания. Особое мнение закончено. До свидания.